Должно быть забавно слышать рассуждения на тему стеснения от человека, который спрятался от вас за кадром. Но я всё же попробую. Как ты можешь поверить в себя, если большую часть своей жизни ты был окружён трусишками? Ты и сам стал трусишкой. И это вовсе не означает, что лично ты не влиял на каждого присутствующего в твоём окружении. Точно так же, как и они на тебя. Мы же не будем говорить, что все плохие, а я хороший. Это эгоцентризм. Мы честно рассмотрим тему со всех углов. Потому что каждый из нас тоже оказывал и оказывает влияние на других людей. Стеснение и зажатость проявляются в человеке из-за низкой самооценки. Самооценка формируется в первую очередь родителями, окружением и обществом. Если человек слишком ранимый, чувствительный, впечатлительный и принимающий всё на себя, то это означает, что его родители не привели ему базовые эмоциональные навыки для самозащиты от энергетических вампиров и паразитов. И поэтому ребёнок будет страдать. Можно ли наработать эмоциональные навыки и усилить характер? Безусловно, можно. Вся информация есть в открытом доступе и бесплатно. Возможно, мир заставил тебя быть подавленным. И миру по барабану. Счастлив ты или нет? Раскрепощен ты или зажат? Есть у тебя отношения или нет? Миру абсолютно плевать. Он принимает нас любыми. И то, что мы сами выбрали делать со своей жизнью, зависит только от нас. Ну и, конечно же, от наших убеждений. Во что мы верим, что мы считаем правильным или неправильным. Есть ещё один тонкий момент и пару вопросов. Какое место ты занимаешь в своём коллективе? Как выстроилась иерархия? Как ты относишься к людям? И как к тебе относятся люди? Вообще, как ты себя ощущаешь? Конечно, многое зависит также от нашей внешности, возраста, голоса, статуса, интеллекта. И даже нашей одежды и нашего стиля. Допустим, девушка, покрасившая волосы в зелёный или красный цвет, хочет сообщить нам о том, что ей не достаёт внимания. И это абсолютно нормально, когда человек хочет привлечь к себе внимание. Все хотят внимания. И признание – это наша потребность. И не нужно этого стыдиться или стесняться. Нужно себе честно в этом признаться. И сказать, что мне можно и я делаю. Главная проблема неустойчивой психики заключается в том, что человек слишком близко к сердцу воспринимает слова других людей. Это повышенная чувствительность. Сказать может кто угодно и что угодно. Гораздо важнее действия конкретного человека. Гораздо приятнее и выгоднее жить в мире решительных действий, а не пустых словесных обесцениваний. Скорее всего, ты, как и я, однажды стал заложником искажённого мировосприятия. Извращённого мировосприятия. Всё, что ты видишь и слышишь, загружается в твою психику и остаётся там. И то, что остаётся там, оседает на дне твоего подсознания. И на этом уже можно играть как на инструменте. Что, собственно, и происходит. Согласен ли ты быть жертвой обстоятельств и навязанных страхов? Или же ты сам будешь рулевым в своей жизни? Как перестать стесняться? Конкретные рекомендации. Что нужно сделать? Первое. Нужно разотердествить себя со своим окружением. Не поссориться, а разотердествить. То есть, каждый из них это отдельный от меня человек, не имеющий к моему самоощущению никакого отношения. Я сам выбираю, как мне думать, что говорить, как одеваться и так далее. Второй момент. Также нужно посмотреть на себя со стороны и дать себе объективную оценку. Как ты ощущаешь себя в пространстве? У тебя расправлены плечи? У тебя ровная спина при ходьбе? У тебя поднят подбородок? Ты выдерживаешь зрительный контакт с собеседником, не испытывая при этом напряжения. Ты говоришь то, что ты думаешь и не боишься конфликта. Третий момент. Как ты одета или одета? Хотим мы этого или нет, но нас всегда будут оценивать. И встречают по одежде и внешнему виду. Нам же ничего не мешает выглядеть настолько хорошо, насколько это возможно. Причесаться, побриться, ходить всегда с чистой головой. Возможно, бороду себе подстричь в специальных заведениях. Ведь это же сразу видно, когда человек ценит себя, любит себя, ухаживает за собой. У него и самооценка будет соответственно высокой. Можно себе и одежду купить подороже. Если не хватает денег, можно накопить. Но сам факт хорошего внешнего вида придает очень много баллов конкретному человеку. И когда вы будете видеть в зеркале лучшую версию себя, вашей психике ничего не останется, кроме как подстроиться под то, что она наблюдает. Как выстраивается иерархия? Почему у тебя никогда не было настоящих друзей? Почему твой успех будет раздражать других? Как научиться быть готовым к конфликту в любую секунду, при этом быть расслабленным и не париться? Как распознавать скрытые невербальные сигналы? Друзья, на моём телеграм-канале уже есть конкретные подробные рекомендации. Всё готово, всё уже расписано в мельчайших подробностях. Всех жду и добро пожаловать!